здравствуйте в эфире программа о чем говорят о чем говорят по данным минздрава российской федерации почти 3 миллиона россиян живут с диагнозом рак и количество заболевших отнюдь не сокращается тема которая всегда актуальна разговоры которым всегда прислушиваются мой гость сегодня главный врач областного онкологического диспансера андрей орлов здрасте андрей евгеньевич спасибо большое что пришли вот в принципе вы всего два месяца как возглавляете диспансер или для вас уже целых два месяца с каким плюсом нет конечно же всего еще два месяца потому что это слишком маленький срок познакомиться вникнуть в такую огромную структуру как самарский областной клинический онкологический диспансер наверное я только увидел еще частичку вершины айсберга да совершенно верно так что на самом деле это огромное предприятие которое оказывает медицинскую помощь жителям самарской губернии и не только самарской губернии в том числе и жителям близлежащих регионов вас лично как у главы россия планов наверное громадью понятно что говорить о том что то менять или не менять пока рано потому что для этого нужно глубже вникнуть во все процессы однозначно я себя цели какие то все равно есть определенные цели чтобы решать и поставленные задачи которые необходимо решать но я все-таки в большей степени склоняюсь за эволюционный путь развития всей онкологической службе и как одно из частью это самарского онкологического диспансера потому что силами одного онкодиспансера невозможно будет решать те задачи которые связаны именно с заболеваемостью онкологическими болезнями потому что их на самом деле с каждым годом растет здесь именно основная задача я уже об этом неоднократно говорил это отладить взаимодействие именно с первичным звеном клиниками с центральными районными больницами выстроить маршрутизацию пациентов чтобы не было вот тех проблем которые чаще всего возникают и на этапе направления на обследование в диспансер и в свою очередь это в последующем приводит к тем ошибкам к тем трудностям к тем которым приходится после которые на самом деле приходят сталкиваться потому что огромное количество нареканий все слышали на онкодиспансер невозможно попасть сложно провести то или иное обследование лечение а на самом деле когда начинаешь понимать проблему то проблема намного глубже она именно в правильности отбора направления на обследование специализированные учреждения. Вы понимаете, среди причин смертности онкология занимает второе место, уступает лишь сердечно-сосудистым заболеваниям. Главный вопрос, который задают все мы, которые всех волнуют, как добиться прогресса в этой области. Взаимодействие всех служб. Основная задача. На самом деле в мире онкологические заболевания занимают второе место по смертности. В России третье, в Самаре также второе. Но самая основная задача, то, от чего мы отстаем от всего мира. То есть это вопрос пятилетней выживаемости. Там онкологические заболевания, я имею в виду, за рубежом, выявляются намного раньше. То есть они выявляются на первой, второй стадии. Вот здесь, конечно же, мы еще отстаем. Здесь чаще всего заболевания выявляются на треть-четвертой стадии. И, конечно же... Имеется в виду ранее диагностика. Конечно же. Основное это ранняя диагностика с целью эффективного лечения. И тогда, в принципе, от этого заболевания можно избавиться. А у нас с этим есть трудности, которые также необходимо решать. Ну вот, Евгений Чисов, это главный онколог страны, он не так давно тоже, к слову, очень критически вообще говорил о всей службе. И о ранней диагностике. Вот он говорил, что это задача первичного звена, потому что заболевшие идут с жалобами к кому? К участковому, к семейному врачу, а к онкологу обращаются значительно позже. А проблема в том, что зачастую участковый не может распознать, есть заболевание или нет. И когда уже оно становится ясным на последней стадии, поздно тогда уже. Уже поздно. Здесь немножечко поправлено. Сегодняшний день главным онкологом Российской Федерации является профессор Давыдов Михаил Иванович. А, да, новый, да. Да, да, вновь назначенный. Поэтому как бы уже перед ним стоят также эти задачи. На самом деле так. Но, к сожалению, у нас нет опять-таки настороженности, как у самих пациентов, потенциальных, так скажем, пациентов, так и у врачей. Если мы говорим о врачах, то каждого пациента с теми или иными жалобами должна быть настороженность к пациенту, именно онкологическая настороженность. В первую очередь врач обязан исключить серьезное заболевание, такое как рак. И проводить дифференциальную диагностику в этом направлении. В рамках программы модернизации, в рамках программы нацпроектов здоровья было поставлено на самом деле большое количество оборудования с целью диагностики и верификации тех или иных заболеваний. Поэтому на сегодняшний день материально-техническая база, конечно же, еще не достаточно укомплектована, но тем не менее она позволяет проводить диагностические манипуляции на уровне первичного звена. Но, как я уже сказал, у пациентов нет насторожности. Ведь мы тоже зачастую боимся идти к врачам. Боимся. Мы дотягиваем до тех ситуаций, когда уже этот факт неизбежен. И мы идем туда уже как шаг отчаяния, к сожалению. Есть вот на сегодняшний день эта проблема, есть страх перед врачами. Да, наверное, это связано с тем, что все-таки есть определенные проблемы в организации всей системы. Здесь чисто российская проблема, потому что у нас же как получается? Понятно, что если ты пошел к онкологу, то в большинстве случаев назад пути уже нет. У нас до такой степени маленькое количество вылечиваемых, в отличие от Запада, что человек, когда идет к онкологу, он как бы понимает, что ему все впереди, только приговор. Поэтому люди боятся. Хотя я понимаю, что онкологи говорят наоборот, приходите, приходите, приходите. Тем раньше, тем лучше. Но тем не менее, это чисто наша российская проблема. Это наша российская, поэтому неоднократно повторяем при проведении различных акций, общественных мероприятий, что рак – это единственное хроническое заболевание, которое излечивается при условии выявления на ранних стадиях. Проблема в том, что выявить бы его на этой ранней стадии. Вот. Здесь, поэтому у каждого пациента должна быть настороженность. То есть пациент, приходя к врачу, должен нацеливать его своими жалобами. А ведь та программа диспансеризации, которая существует... Почему многие врачи, о ней отзываются скептически, что она проходит формально? Потому что и пациенты, и врачи к ней относятся формально. Ведь зачастую пациенты, придя к врачу, говорят, у меня жалоб нет, меня смотреть не надо. Всё. Врач идёт по этому формальному пути, заполняет карточку. Вроде бы план мероприятий проведён, а на самом деле элементарного осмотра, то, что необходимо для выявления наружной локализации, пальпации, то есть ощупывания пациента, не происходит. На что надо, буквально 3-5 минут. И этого будет уже достаточно, чтобы заподозрить и направить на какое-то обследование. У меня возникает вопрос, а хватит ли квалификации у врачей первичного звена на то, чтобы классифицировать онкологию? А никто и не нацеливает врача классифицировать. Именно задача врача первичного звена заподозрить заболевание и определить план обследования. И уже при выполнении плана обследования, после проведённых мероприятий, он направляется к врачу-специалисту. То есть вот основная задача именно нацелить врача на подозрение на заболевание. Вот с этим у нас опять беда, потому что у врачей первичного звена нет онкологической осторожности. Все говорят о том, что это наша беда. Сейчас, вот опять-таки, 12-й год, 13-й, и планируем также на 14-й год уже были определённые договорённости с медицинским университетом проводить именно тематические усовершенствования на базе нашего медуниверситета врачей первичного звена, врачей диагностов первичного звена. Курс повышения квалификации. Да, курс повышения квалификации именно нацеленный на онкологическую настороженность, чтобы пытались именно заподозрить онкологические заболевания. Потому что я вот, когда готовился к передаче, смотрел статистику и высказывания многих врачей-онкологов, они говорят, вот если говорить о том же, даже не о диспансеризации, да, большое количество, допустим, рака, там, полости рта, да, все люди ходят к стоматологу, говорят, стоматолог может себе 20 раз поменять зубы, там, полечить или что, и не обратить внимание на саму полость рта. То есть вот то, о чем мы сейчас с вами говорим, что на первичном этапе вот у нас... К сожалению, это так. К сожалению, здесь вы совершенно правы. Тоже вот немножко забегая вперед, уже со своими коллегами обсуждали, именно в плане, совместно с врачами первичного звена, в том числе и стоматологами, проводить именно дни открытых дверей на базе медицинских учреждений первичного звена. Частично акция проходила вот совсем недавно в Сызрине, но там пошли немножко по другому пути. То есть мы уже врачи-специалисты приезжали на базу медицинских учреждений Сызрине с целью осмотра уже тех людей, кто стоит на диспансерном участии, с целью определения тактики дальнейшего введения. Но в перспективе именно планируем выезды и неоткрытых дверей как для пациентов, так и для самих врачей, именно с целью онкологической настороженности. Потому что я знаю, что раздавались даже советы каким-то образом пытаться, ну, может быть, не наказывать врачей, которые пропустили, которые, в принципе, они не онкологи, да, а также стоматологи, терапевты, там все кто угодно. Вот. Но каким-то образом им пенять, что вот, ребята, посмотрите. Ну, вообще, индикаторы, так называемые целевые индикаторы оценки правительства Самарской области и, соответственно, Министерства здравоохранения являются показателем работы онкологической службы. Поэтому это, на самом деле, вещи более чем серьезные, они отслеживаются именно на государственном уровне. Но скажу более того, в Самарской области есть очень хороший опыт, начиная с 2012 года, существует мотивация врачей первичного звена. То есть те врачи, которые выявляют первично на своем этапе онкологическое заболевание, те материально стимулируются за счет средств обязательного медицинского страхования. И здесь тоже есть определенные, то есть позиции... Плюсы есть уже, да? Плюсы есть определенные, да. То есть здесь просто именно наладить эту работу и выстроить ее в единую цепочку, уменьшив количество звеней доставки, то есть уменьшить плечо доставки пациента от первичного звена в специализированное медицинское учреждение. Хорошо. Вообще, вот с какого возраста нужно начинать посещать онколога? Независимо от того... К сожалению, онкологические заболевания молодеют, и вы видите огромное количество баннеров, которые вывешены с целью «Помогите, окажите материальное содействие в лечении». Детей очень много страшных, конечно. Конечно, детей. Это прежде всего все-таки является... Дети, по большому счету, это отражение жизни родителей. Дети раннего возраста, я имею в виду. Поэтому, конечно же, это связано с образом жизни родителей. Вообще, если мы говорим об онкологическом заболевании, то после 40 лет, и это на сегодняшний день существует, есть перечень ежегодных обследований, в том числе исследования крови на специальные антигены, явления антигенов, которые необходимо сдавать каждому жителю Российской Федерации. То есть эта программа как бы существует, она работает, но, опять-таки, зачастую не всегда выполняется. То есть мы не всегда регулярно проводим флюорографию, мы не всегда посещаем регулярно гинеколога, женщины, мужчины, уролога, где необходимо сдавать не только проводить медицинский осмотр, но и сдавать перечень анализов определенных. У нас, сами понимаете, что система, к сожалению, такова, что не всегда можно просто прийти в поликлинику и попасть к врачу, особенно человеку работающему. Есть такая проблема. На самом деле проблема есть, но опять... Стремиться надо все равно. Надо к этому стремиться. Мы прежде всего, вот я говорю уже не как врач, а как потенциальный пациент, я должен отвечать за свое здоровье, соответственно, приходя в поликлинику, я должен требовать определенную перечень услуг, которые заложены в территориальную программу. Это говорит о нашей немножко необразованности. Мы просто зачастую не хотим владеть ситуацией. Мы очень... Сейчас огромное медиапространство, огромное количество интернет-ресурсов и прочих ресурсов. И то, что нам интересно, мы этим пользуемся. И мы в блогах рассуждаем очень много сейчас, огромное количество различных социальных сетей. А то, от чего мы хотим отгородиться, в том числе об правильности, об образованности своей именно... Струсивая политика, в принципе, голова, спрятая, ничего не вижу. Да, соглашусь. Хорошо. Мало времени подсказывает. Остается, вот смотрите, у нас активные международное сотрудничество в принципе диспансер ведет. Французы, я знаю, недавно приезжали. Вот как мы вообще выглядим на вот этом международном поле? Вот если мы говорим, оцениваем диспансер как отдельно стоящую структуру, отделяя ее от организации всей онкологической помощи, то он относится к одним из лидеров по оказанию медицинской помощи и по выполнению различных технологий, и по качеству оказания услуг, и по своим показателям. То есть здесь мы вровень идем с рядом мировых клиник. То есть большая часть наших сотрудников являются также экспертами всевозможных медицинских европейских организаций, североамериканских организаций. Поэтому здесь мы выглядим довольно-таки на высоком уровне. К нам приезжают специалисты. Вот был международный форум в Петербурге. Наши врачи-онкологи делали ряд докладов и являлись экспертами различных советов в области онкологических заболеваний. Поэтому здесь диспансер на самом деле занимает лидирующие позиции не только на территории Российской Федерации, но и за ее пределами. Хорошо, спасибо. Последний, наверное, вопрос. Вот влияет ли на статистику заболеваемости новейшее оборудование клиники? Потому что мы так много говорим о том, что или в принципе оно не зависит, само собой идет. Нет. Здесь ничего не может идти, само собой, прежде всего, даже в той ситуации, когда зачастую заболевание выявляется на поздней стадии, новейшее оборудование позволяет нам увеличить продолжительность жизни, снизить так называемую одногодичную летальность, один из показателей, и увеличить продолжительность, то есть так называемую пятилетнюю выживаемость пациентов. Поэтому однозначно вот эти вот вливания именно в материально-техническую базу позволили достичь тех показателей, которые сегодня имеют диспансер в рамках Российской Федерации, как я уже говорил, за ее пределами. О более долгом количестве жизни это, конечно, нужно говорить на других стадиях. Это надо говорить именно на других стадиях, это нужно говорить при организации и работе всей системы в целом. Вообще, придем мы к этому, как вы думаете? Сколько лет нужно может быть не только Самарской области, но и России для того, чтобы забалансировать все эти системы? Здесь сложно ставить и давать какие-либо прогнозы, потому что это должен быть подход именно на государственном уровне, здесь нет только система организации здравоохранения, здесь система и профилактики, прежде всего, то, что сейчас очень много стало этому уделяться внимания. Когда мы придем к тому, что мы будем заниматься в большей степени профилактической медициной, не лечить и выздоравливать, а именно предупредить заболевание, предупреждать, тогда мы сможем уже выйти на передовые позиции в целом в рамках борьбы с онкозаболеваниями. Но об этом говорят уже давно и я знаю, что к этому стремимся, стремятся. Мы всегда должны стремиться к лучшему, поэтому будем надеяться именно на лучшее, что, по крайней мере, мы сможем на своем уровне научиться справляться. И самим следить за своим здоровьем. А это прежде всего. Спасибо вам большое, Андрей Евгеньевич. Спасибо вам. Это была программа «О чем говорят». Смотрите нас на канале «Губерния». Спасибо вам еще раз. Спасибо. Всего доброго.